Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Денис Клюкин у нас в студии, как мы анонсировали, директор юношеской школы. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот целый ряд сейчас решений принято. Одно из них, я так понимаю, что все-таки скоро соответствующее решению в бумажном виде и в электронном дойдет до всех школ. Речь идет о решении Кабинета министров все-таки сделать совершенно другим подход к карантину. Если вдруг оказывается у одного из учащихся позитивный тест с 14-го числа, это постоянно должно вступить в силу. Как вообще вы переживаете вот этот этап, ну по существу, после Нового года, будем этот период говорить вот в школе? Ну, уже получается третий год пандемии. В принципе, для нас это достаточно стало обыденностью, рутиной. И никакие-либо послабления, никакие-либо закручивания гаек, они особо не меняют работу школы, потому что у нас уже отработана система, ответственные лица выполняют свои функции. То есть есть ответственные лица по тестированию, есть ответственные лица, потому что по заменам, по организации удаленки, потому что большинство людей думают, что самое страшное это протестировать или включить компьютеры, чтобы можно было в Teams или в Zoom работать. Но в плане административной работы самое страшное, на самом деле, это свести расписание, когда кто-то уходит на удаленку, кто-то остается в школе, а кто-то еще и на больничную уходит. И нехватка учителей, в основном, в начале января была очень существенная. Наверное, первые две учебные недели января мы работали на пределе. Но, в принципе, это все стало рутиной, и послабление, конечно, мы им будем рады. Конечно, эта логика послаблений, которые ожидаются, она ожидалась уже достаточно давно, и, насколько я знаю, в целом ряде европейских стран по этим принципам работают уже с прошлого года. И, в принципе, я могу сказать, именно свои наблюдения вспышек, спровоцированных обнаружением инфицированного ученика в классах, ну, в школе или не было вообще, или, может быть, единичные случаи были. Поэтому настолько обостренные, настолько жесткие требования по определению контактных персон, они, наверное, были излишними. Да, особенно в отделе школы, там есть такие примеры, мне рассказывали, что тоже вызывает такое удивление, когда отправляют полкласса на удаленку. Я говорю, почему полкласса? Они говорят, ну, понимаете, у нас там латышский язык разделены, классы пополам, да? И вот в одном из этой половинки заболел учитель латышского языка, мы отправили полкласса. Я говорю, а какая в этом логика? Ведь этот учитель в школу уже не на парашюте спустился, да? То есть он контактировал в учительской, да? Уже всюду побывал, со всеми поздоровался, не знаю, от учащегося гардеробщицы, директора. А почему полкласса? То есть иногда действительно вот этот карантин доходит, в принципе, до абсурда, да? Я сам был дважды частью такого абсурда. Я работаю в девятых классах. То есть сами еще и преподаете, да? Да, да, да. И у меня было два раза ситуация, когда... Я работаю в день, когда проводятся тесты. Самый тяжелый день, да? Ну, да. И я приходил на урок после того, как ребенок, который был идентифицирован как зараженный, уходил уже домой. Ага, понятно. И на следующий день, либо на следующий день, либо прямо вот с этого урока отправлялся класс как контактные лица, но я не был контактной персоной. Ну, такие очень-очень такие странные формальные требования, которые, с одной стороны, облегчают кому-то жизнь, но в целом это очень-очень-очень-очень натянутая жесткость. Да, вот можно ли в этих условиях, потому что, ну, вы все-таки не эпидемиологи, задача школы как-то небанально звучит, все-таки дать людям образование, да, детям. Возможно ли в этих условиях какую-то планку держаться, хранить образование? Я почему говорю? Потому что сначала, мы уже, как вы правильно констатировали, два года живем, третий год пошел в таких условиях. Сначала пытались, ну, привыкали к этой системе удаленки, потом, видимо, сдались на каком-то этапе, да. Вот как бы, как вы это все оцените? Это возможно или нужно воспринимать это как данность, что все-таки эта планка будет понижаться и по экзаменам, и вообще по учебному процессу? Самое страшное в том, что образование – это очень, этот процесс подвержен достаточно большой инерции. И те результаты, которые мы объективно сейчас видим на уровне выпускных экзаменов основной школы и выпускных экзаменов средней школы, это результаты, которые определенным образом подверглись влиянию пандемии, но на самом деле не сильно с ней коррелируют. Это инерция 10-6-летней давности. И по факту дети, которые более-менее нормально сдают сейчас экзамены, и они действительно будут еще ближайшие пару-тройку лет более-менее нормально сдавать, это те учащиеся, которые начали учиться в нормальные, до пандемийные времена. Самое страшное, что мы не можем сейчас объективно предсказать, что будет с теми детьми, которые вот эти три года учатся в начальной школе. То есть, в основном, это затронет даже начальность школы. Да, потому что результаты экзаменов тех детей, кто сейчас в начальной школе, они будут видны только в лучшем случае через 6 лет. И вот эти результаты, они действительно покажут влияние пандемии. Потому что дети, которые начали учиться, ну, проучились 8-9 классов в нормальных условиях, а потом 2-3 года с вот этой чехардой. Ну, может быть, не может быть, влияние будет, но они знают, что такое школа. Самое страшное, это влияние пандемии, оно происходит на тех детей, кто еще не понял, что такое школа, что такое образование, кто еще сам не научился учиться, и для кого общение, социализация внутри школы не стала такой автономной собственной рутиной. И вот через эти, наверное, 6, я думаю, может быть, меньше лет мы увидим настоящие последствия. Я думаю, они будут плохие. Хорошо. Как их, скажем так, зная это, значит, сейчас целое же, есть целое исследование, я так думаю, что они будут продолжаться, о последствиях ковида с точки зрения здоровья. То есть человек вроде переболел, но последствия могут быть годами. Вот примерно в образовании то же самое. Зная это, что тут можно сделать? Не знаю, посоветовать родителям на каком-то этапе брать репетиторов, там, не знаю, менять чуть-чуть школьную программу, там, увеличивать нагрузку. Что вообще можно сделать, зная, что через 4, 5, 6 лет вот дети провиснут по этому уровню образования? Ну, я, само собой, субъективно считаю, что надо просто дать школам работать, не вводить какие-то дополнительные требования, сохранить уровень контроля со стороны контрольных органов на текущем уровне, потому что во время пандемии контрольные органы, ну, в первую очередь у нас служба по контролю качества образования, они осознали вот эту всю ситуацию и, ну, перестали, скажем так... Да, перестали прессовать школы, да, если школы будут работать в нормальной рабочей атмосфере, я думаю, в том или ином виде мы сможем это нивелировать. Конечно, необходима очень сильно социальная и психологическая поддержка всем, всем сторонам, и учителям, и родителям, и, само собой, школьникам, потому что, ну, у нас очень-очень много проявлений агрессии со стороны, в первую очередь, родителей по отношению к учителям. Хотя вы тоже оказались заожниками ситуации, да. Ну, здесь же вопрос не в том, что кто-то виноват из этих сторон. Здесь в целом ситуация очень неприятная, и хотелось бы, чтобы она каким-то образом максимально быстро была закрыта. Поэтому школам надо дать работать, школы будут работать. Конечно, на уровне правительства, когда звучат какие-то очередные странные идеи, когда правительство, ну, по крайней мере, наше министерство демонстрирует каждый раз какое-то незнание ситуации в школе, либо абсолютно нелепое оправдание собственного безделия, ну, будет тяжело. Но впереди выборы все, и мы будем надеяться, новый министр, может быть, что-то поменяется, и, может быть, будут приниматься решения с более учитывающей реальностью. Да, вот такой вопрос не могу не задать. Вот вы как раз уже фактически предварили то, что я хотел спросить. Но вот мы знаем, вы упомянули и КВД, есть другая структура, по-моему, на русском языке она называется Центр содержания образования, да. По-моему, они озвучили идею, что вообще вот уровень требований к экзаменам, ну, что вообще его сдать выпускного экзамена, там, 9-й, 12-й классы, очень низкий. То есть надо повышать вот этот минимум, который человек должен знать, чтобы он получил аттестат. Вроде бы, с одной стороны, если кто-то думает о дальнейшем получении высшего образования, это звучит логично, но к месту ли сейчас вот такие вот повышения такой планки? Ну, то, как это было озвучено, в принципе, для школ особо не означает ничего. Сильно не поменяется ситуация не с экзаменами, и сильно не поменяется ситуация с учащимися, которых школа принимает, среднюю школу, и которые учатся в средней школе. Но, конечно, будут определенные учебные заведения, учебные заведения, которые в том или ином виде дают шанс социально более пораженным группам на получение среднего образования, где будет проводиться более-более-более четкий отбор, не четкий, а жесткий отбор. И часть детей, которые имели шанс получить среднее образование, не показывая более-менее высоких результатов, они будут отсеяны на каком-то этапе. Ну, это, я бы не сказал, что это борьба за качество образования, скорее, это такой сегрегационный инструмент. Если мы, потому что сейчас у нас 5% нижняя планка, будет 20%. Я думаю... Ну, это существенно вроде. Да, но, понимаете, здесь сразу возникает вопрос о вот этой экспоненте результатов экзаменов. Наверное, все-таки, если мы говорим о каких-то показателях, то эти показатели должны быть понятны обществу. Обществу, что 5% непонятно, что 20% непонятно. То есть, ну, смотрите, вам, к вам... Вы знаете, что врач, который будет вас оперировать, как минимум на 20% сдал какой-то предмет. Ну, хотите ли вы врача, который на 20% знает какую-то область? Очень сомневаюсь. Поэтому, возможно, надо задуматься в целом на пересмотре вот этих индикаторов, потому что, ну, все мы привыкли более-менее к тому, что если у освоения предмета какой-то области свидетельствует освоение материала более чем на 50%, может быть, есть смысл задуматься о том, что надо не показывать вот эту экспоненту, то есть где вот какие-то 5-20% внизу усвоили, а в этот же момент есть люди, у кого усвоение 90% и более, может быть, все-таки нам надо стремиться к тому, что наша система будет показывать успешную сдачу экзамена именно 50%. Но это значит пересмотр содержания экзаменов, потому что сейчас содержание экзаменов таково, что, ну, не всех, но большинство экзаменов таково, что чтобы сдать 5% или чтобы сдать 20%, особо много знаний не надо. Но, например, чтобы сдать на 100% экзамен, тебе недостаточно знать 5 раз по 20%. Ты должен экспоненциально знать вот эти, иметь знания на более высоком уровне. Хорошо. А вот нет такого ощущения, вы, правда, упомянули так вот деликатно это слово сегрегация, нет такого ощущения, что мы пошли по пути отдельных стран, такие есть, кстати, весьма демократические, которые открыто, естественно, не говорят, что, вы знаете, ну вот выпускники этих школ, не надо им вузы, не надо, да, так сказать, не надо. Все школы у нас равны, но мы сделаем такую систему, когда будет понятно, что эти люди, как это раньше называли ПТУ, да, arts schools, да, значит, нет такого ощущения, что министерство нас интеллигентно двигает по этому пути. Я не скажу, что ощущение есть. Мы это знаем, и это много раз декларировалось, что не всем должно быть место в высшем образовании. Но говоря о среднем образовании, о результатах экзаменов среднего образования, мы забываем то, что, зачастую забываем то, что среднее образование – это не только средние школы общеобразовательные, это еще и средние профессиональные школы. Да, конечно. Те самые ПТУ, да, потому что в обществе бытует мнение, что после девятого класса, если ты не пошел в среднюю школу, а ты пошел, например, в среднюю профессиональную школу, техникум, да, то это… Потерянный человек буквально. Потерянный человек, ну, даже не потерянный человек, здесь не потерянный человек, здесь речь идет о том, что то образование, оно чрезвычайно сильно отличается от образования в средней школе. Но люди забывают, что в это образование включены обязательные модули среднего образования, и они точно так же сдают экзамены. Это раз. А насчет в целом сегрегации, ну, здесь вопрос позиции государства. Государство, которое не нацелено на создание продукта с высокой добавочной стоимостью, конечно, оно не будет заинтересовано в большом количестве людей с высшим образованием. И, ну, здесь вот такая логика. И если есть страны, где этот процент, абсолютные цифры, абсолютные цифры, они позволяют относительный процент людей без высшего образования держать достаточно большим, то в случае Латвии, в случае, в принципе, микространы, ну, мое личное мнение, что цель нашей страны должна быть, чтобы даже у дворника было высшее образование. Чтобы у нас были самые-самые высоко образованные люди во всем мире, потому что ты никогда не знаешь, при таком количестве людей, да, то есть сколько у нас, миллион взрослых людей в Латвии живет. При миллионе взрослых людей, кто из них выстрелит, и кто из них создаст некий продукт. Потому что все время мы находимся в тени нашего северного соседа, и это не Россия, это Эстония. И Эстония, она обходит нас во всех технологических проектах, каких-то высокотехнологичных решениях, и в целом она обходит нас в современности, да. Поэтому надо нам ориентироваться тоже на то, что мы будем максимальное количество людей готовить к получению высшего образования, или, по крайней мере, к созданию продуктов, которые требуют более высокого уровня школьного образования. Ну, мне кажется, здесь все равно, мне кажется, такой процесс идет, может быть, пандемия его только подстегнула или чуть-чуть притормозила, но общий процесс такой понятен, что все переводится, простите, на денежный вопрос. Вот, к примеру, это заявление на днях, когда он наделал много шума, хотя вроде ничего необычного с учетом латвийской политики в этом заявлении нет, я имею в виду, где министр образования встретилась с президентом, обсуждая два вопроса. Ни о качестве образования, ни о зарплатах учителей, ни о нехватке учили, о тестировании, ну, видимо, президентам только нужно о тестировании говорить, может быть, он ей показал, что он эпидемиолог, и второй вопрос – это о том, что вот второй иностранный язык, но это касалось вроде бы латышских школ, да, не должен быть русским. Ну, если абстрагироваться даже от политики, мы понимаем всю политическую подоплеку, да, но если абстрагироваться от политики, я понимаю так, вот родителям, чьи дети учатся в латышской школе, ну, школа у нас в меньшинстве билингвальной, это отдельно, им говорят, вы хотите, что ваш ребенок учил там, не знаю, русский язык, ну, не знаю, как второй, как третий, доплатите, ну, как факультатив, то есть государство это из пакета вынимает. Интересно, что они будут делать при такой политике с билингвальными школами, то есть, видимо, скажут, что у нас все школы латышские, вы хотите учить свой родной язык, доплатите. Ну, в принципе, я не прав. Ну, смотрите, по факту у нас все школы латышские. Да, конечно. У нас нету, у нас есть школы с программой нацменьшинства, но в целом все школы, они латышские, и если мы говорим про среднее образование, то... Оно уже полностью латышское. Мне кажется, если я не ошибаюсь, это последний год, когда выпускаются дети, еще начавшие образование по программам национальных меньшинств, и уже начиная со следующего года в школах не будет детей, кто в среднее образование, именно 10-12, получают по программе национальных меньшинств. Все среднее образование в Латвии со следующего года будет полностью унифицировано, оно полностью латышское, условно латышское. Да. Мне очень сложно трактовать, потому что рассуждения, что министра, что президента были весьма абстрактные. В каком смысле они и что имели в виду, и как это может быть реализовано, да? Потому что если их волнует вопрос, на что уже отреагировали, я вот читал интервью директора 49-й школы, если они имели в виду то, что в латышских школах на этапе основного образования, в принципе, максимально популярность после английского языка, популярен русский язык. Удивительно. Причем можете посмотреть, кстати, результаты экзаменов средней школы. Там тоже очень интересно среди латышских школ, потому что по факту можно проследить, что я могу немножко ошибаться, мне кажется, каждый третий ученик в латышской школе сдавал русский язык до какого-то этапа. Не итальянский, нет? Да. Ну вот, здесь вопрос, если это направлено против латышских школ и основного образования в латышских школах, это одна сторона медали. Если это направлено против школ национальных меньшинств, это в том числе против школ, это другая. А может быть, если это направлено против русского языка в среднем образовании, это совсем иная подоплека под этим. Или это может быть, как у нас принято, все обнебельщие направлено против русского языка. Положительного эффекта у этого однозначно не может быть, мы, имея в Латвии нехватку учителей латышского языка, я не думаю, что мы можем вообще задумываться насчет учителей каких-либо других языков, итальянских, испанских. Я не знаю. Ну, это крайне странные заявления, непродуманные, ну и как-то недостойные политиков такого масштаба. Поэтому я думаю, что если президент и министр вдруг вспоминают про языки, пусть они вспомнят про латышский язык и пусть они займутся наконец-то обеспечением школ учителями латышского языка. По-прежнему, есть проблемы, да? Они вообще ухудшаются. Учителей становится меньше, потому что пенсионеры уходят. И у меня за... Я, конечно, как всегда могу сказать, субъективно. За время пандемии я потерял учителя латышского языка в связи, скажем так, с пандемией, с переходом на удаленку, но не приобрел ни одного. Мы перераспределяем нагрузку, у нас учителя работают уже, я не знаю, тут скоро по ночам будут работать, но другой варианта нет. Нет, реакции на вакансии учителя латышского языка вообще нет. То есть никто даже не звонит? Ноль, ноль. Даже городские сумасшедшие не пишут. Перестали, да? Да, да. Это уже плохой симптом, если уже даже в полноунии нет реакции, да. Вот на самом деле, кроме учителей латышского языка, я так понимаю, что многие школы, независимо от того, они реализовали программу у нас в меньшинстве, нет, жалуются на остро нехватку учителей, ну, по естественным предметам физика, химия, там в отдельных школах есть рекордсмены, которым учитель 80+, 90+, есть даже такие рекордсмены. Но это ведь не от хорошей жизни. Дай бог всем здоровья, конечно, но в принципе это же не от хорошей жизни. Ну, сейчас, помимо всего, буквально на этой неделе очередные поправки принимались на тему удаленки, как части, естественной части учебного процесса. Я думаю, что вместо того, чтобы решать вопрос учителей, министерство и в целом правительство выбрало путь сокращения очных часов в школе. Интересный подход. Интересный подход, он ничего не решает, это очень-очень-очень краткосрочное какое-то решение, тем более, что все равно учителя даже для осуществления удаленки нужны, просто этот процесс, процент позволит каким-то образом сэкономить учительский ресурс. Но в целом вопрос учителей не решается, не решается вопрос учителей не только языков и естественных наук, но и точных наук, потому что понятно, что особенность рынка труда латвийского при достаточно серьезном разбросе заработных плат в особенности высокотехнологичных сферах, например, не оставляет шансов школам соперничать с коммерческими предприятиями за людей, способных преподавать информатику. Ну, в принципе, тот человек, который идет на училие информатики, имеет тот же профиль, что и тот человек, который становится достаточно высококлассным специалистом в IT-области и зарплаты несоизмеримы. А математика там же, физика там же. Ну, и в целом точные естественные науки все вместе, да. И здесь не вопрос в чистом виде заработной платы, потому что с аналогичными проблемами сталкиваются все страны. Ты не можешь предложить человеку, который может работать в Гугле, Эпле или Майкрософте, конкурентоспособную зарплату в школе. Ну, ты можешь ему предложить разные мотивационные факторы, которые позволят ему прийти в школу и стать педагогом. Помните, было вот это, по-моему, да, при предыдущей думе еще приняли Ушакове, была такая вот идея о том, чтобы, если учителя иногородние приезжают в Ригу, ну, если мы про Ригу говорим, да, предоставлять им какое-то служебное жилье и тем самым хоть каким-то образом, ну, иногородним, не знаю, значит ли это, что все учителя сейчас из районов ринулись бы в Ригу, но, по крайней мере, это такая опция. Кстати, в отдельных самоуправлениях таким вот образом пытаются решить проблему и учителей, и врачей. Их не хватает и врачей, и учителей. Это тоже как вариант? Я понимаю, это, может быть, есть один из таких мотивационных моментов? Один из. Ну, у нас очень маленькая страна. Я думаю, что мы не должны думать очень сужать масштаб проблемы, например, до уровня Риги, потому что если Рига отберет учителей у Даугавпилса, ну, все равно в целом стране лучше не станет, да, поэтому здесь возникает вопрос в целом системности, реформы сети школ, ну, и по факту подготовки все равно учителей, потому что, ну, нельзя друг у друга забирать учителей, надо в целом создавать рынок учителей. Ну, здесь еще, наверное, может быть, я не прав, у меня подправить, если мы говорим, допустим, о такой очень важной теме, это учителя латышского языка, да, ведь насколько сейчас, вот даже если какой-то учитель, там, предположим, выпускник педагогического факультета, все-таки дойдет до школы, до русскоязычной, ведь он будет учитель латышского языка, разве с таким акцентом, что это он будет обучать тех, для кого все-таки латышский язык не родной, это имеет значение, даже те, кто сейчас чуть ли не с первого класса изучает латышский, но все равно это имеет значение, какой у тебя язык семьи. Мы еще пока не дошли до такой ситуации, что уже это не имеет значения. Нет, конечно, и здесь я думаю, что самый сложный момент это не методическая подготовка конкретных учителей к работе, не с носителями языка, да, меня больше всего в этом всем заботит в целом социальное восприятие, восприятие внутри своего этнического сообщества того, что ты идешь работать с другим этносом, потому что это проблема, я ее вот сколько работаю в школе всегда наблюдаю, эта проблема есть, и эта проблема, мне кажется, гораздо более острая, чем вопрос умения работать с детьми не носителями языка, потому что примеров, у меня достаточно примеров педагогов, которые не учились на учителя латышского языка в, ну, назовем так, русских школах, и никогда с русскими не общались, пришли работать, не зная русский язык в школу. Прекрасные педагоги прекрасно работают. И нет проблем у них? Нет проблем. Если есть желание научить латышскому языку, ну, или какому-либо языку, они научат. То есть стоит воспринимать как миссия в какой-то степени? Конечно, это и есть миссия, это и есть миссия, я думаю, что в Латвии, когда у нас есть вот эти миссионеры от центра госязыка, должны быть миссионеры, учителя латышского языка, потому что если у нас на каждом шагу, у нас в Конституции, как одна из главных ценностей написан язык. Приходите работать. Да, должны быть люди с миссией такой. Но они, конечно, это прослеживается, негативно воспринимаются в своей среде, что идут работать к условным русским. Хорошо. Если мы даже этот этнический аспект, вообще не только в языке, вот что касается учителей, я зачастую слышу от людей, которые говорят, что, знаете, да, понятно, что зарплаты учителей недостойны, уважающие себя страны, должны быть больше, с одной стороны. И с этим никто не спорит, все соглашаются. Но все познается в сравнении, особенно пандемии, наверное, это ОСТА показало, что, тем не менее, у работы учителей при нынешней заработной плате есть свои плюсы. Вот все-таки, в отличие от частного бизнеса, человек более защищен со всех точек зрения. И с точки зрения трудового законодательства, и с точки зрения стабильной заработной платы, налогов. Даже страховки, и даже есть скидки на проезд в общественном транспорте, можно спорить, насколько это там соразмерно. Но это не самая плохая работа в наше время. Почему так вот никто об этом не говорит? В этом ракурсе. Ну, я лично абсолютно убежден, искренне убежден в том, что работа учителя – это не то, что не самая плохая, это лучшая работа, которую можно делать. Нет, но сейчас опять-таки в случае миссии и как бы своего призвания. Нет, нет, причем это здесь миссия, призвание – хорошо. Это даже как ремесло прекрасная работа. Это работа, где действительно у тебя по факту пожизненное трудоустройство. Это работа, где у тебя по факту есть всегда фидбэк. Да, то есть есть обратная связь всегда. То есть ты понимаешь, зачем и что ты делаешь. И ты результат можешь прочувствовать. Да, ты можешь прочувствовать результат. Ты можешь самосовершенствоваться, причем осязаемо вполне. И, конечно, тут мы можем говорить про финансовую составляющую. На общем фоне латвейском финансовая составляющая работы учителя не такая плохая. Это, конечно, скорее не делает комплиментности. В сравнении, да. Это, опять-таки, я считаю, что нужно платить намного более достойно. Но даже то, что сейчас есть, это не самый плохой вариант. Да. И в целом я считаю, что общественное мнение, которое окружает профессию учителя, оно очень далеко от действительности. Потому что смотря на условную популярность тех или иных профессий, я очень четко понимаю, что люди не используют возможность идти работать учителями, даже те, которые способны. Потому что не каждый учитель – это вот этот миссионер. Это массовая профессия, в которой достаточно большой вот этот процент ремесла, в который могут идти очень многие люди. Это многие, я даже знаю по своим знакомым, которые диплом позволяют работать. Я говорю, а почему вы не идете? Они с таким уделением не смотрят. А разве нас туда примут? И вообще там же нам рассказывают, что это ужасная работа, ужасные дети, ужасные программы. И это тоже, наверное, говорит о том, что нужна какая-то социальная компания. Как это не звучит. Конечно, абсолютно согласен. Это очень тяжелая работа. Это очень тяжелая работа. Но это очень благодарная работа и работа, которая тебе всегда дает ответ на твои вложенные усилия. И большая проблема учительства, по крайней мере, в Латвии, это то, что это самая понятная для выпускников школ профессия. Потому что они ее видят 12 лет. А все остальные профессии они не знают. И они за этой интригой идут в какую-то отрасль, учиться или сразу работать, а потом уже не возвращаются. Потому что здесь вот интриги нет. И, конечно, социальная пропаганда, пропаганда профессии учителя необходима. И она необходима в первую очередь со стороны государства. К сожалению, последние, ну сколько у нас получается, 3-4 года происходят постоянные заявления со стороны министерства, которые абсолютно дискредитируют профессию учителя. И, ну, хотелось бы, чтобы на государственном уровне изменилось отношение к учителям, больше уважения проявлялось, больше уважения проявлялось и в общении с профсоюзами учителей. Да и в целом создавался имидж, очень-очень благоприятный имидж этой профессии. А вот применительно, естественно, к вашей школе, ну, есть возможность там заполучить, если так можно сказать, какого-то учителя, не знаю, в возрасте до 50 лет? Или вы самый молодой и директор, и учителя? Нет, нет, нет. Мы активно ведем пропаганду внутри школы тоже. В принципе, ну, наверное, каждый год, как минимум, один выпускник школы остается у нас работать. Или приходит к нам работать, или остается работать. Ну, то есть, фактически, те, кто сами вашу школу закончили. Мне очень легко перечислить, потому что я выпускник нашей школы, и моя зама – выпускница нашей школы, учителя физики, русского спорта. То есть, они закончили вуз и вернулись в школу. Вот молодая учитель математики. Да, это выпускники школы. У меня в этом году работает учительница, только поступившая на педагогический факультет, выпускница прошлого года. То есть, в принципе, те, кто уже учится, могут начинать работать в школе, да? Ну, конечно, мы не даем такую нагрузку, как полноценному педагогу. Даже форма… ну, мы используем как все-таки вспомогательный педперсонал, да, но это позволяет в течение года двух, втянуться, понять работу школы и уже, ну, где-нибудь к третьему курсу университета работать полноценным учителем, и, я думаю, даже, может, более качественно, чем если бы ты не работал все эти годы в школе. Может, у нас иногда бывает такой, с учетом законодательства, такой парадокс, что люди с высшим образованием в вузе могут преподавать, а в школе нет, да? А здесь я соглашусь. Здесь я абсолютно соглашусь. Сразу в консерватории поменяют, да? Ну, нет, 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 я здесь соглашусь, потому что для работы в школе нужна хотя бы вот эта базовая педагогика, потому что… Понимание психологии, да? Да, понимание, каким образом, с кем ты работаешь, потому что в университете у тебя нет такой ответственности. В университете ты работаешь, ну, по крайней мере, формально с взрослыми людьми, и это их собственная ответственность, как они переварят ту информацию, которую ты донесешь. А в школе ты отвечаешь. Ты отвечаешь за то, что станет с детьми после того, как ты им покажешь, расскажешь свой предмет. Это правда. И, ну, понятно, что на тех учителей-предметников, по которым есть и государственный экзамен, на них, наверное, двойная нагрузка, потому что результаты видны и за счет внешней проверки, скажем так, да. Ну, самое главное, можно рассказывать о индексах экзаменов как о главном индикаторе качественного образования, но самое, наверное, все-таки главное – это довести, по крайней мере, пока ребенок в школе, ребенка до взрослости, не нанеся ему травм. Мы живем в очень агрессивном мире, в очень опасном мире, в мире полном проблем в любом возрасте, и научить математике, ну, травмировав во всех остальных аспектах гораздо проще, чем пройти 12 лет, не сделав ребенка несчастным. И задача педагога, в первую очередь, это не добиться 20-30-90% на выпускном экзамене. Задача педагога – сделать так, чтобы ребенок стал взрослым и имел возможность быть счастливым взрослым. Абсолютно справедливо, это ключевой момент. Сразу вспомнился такой анекдот, когда по математику сказали в завершении, когда ребенок говорит «мама, ну, вот скажи честно, тебе вообще алгебра-то пригодилась?» Она говорит «конечно, особенно одна фраза, я очень часто ее употребляю, что и требовалось доказать». Денис Клюкин у нас был в прямом эфире, большое спасибо. Спасибо.